Как найти компанию, в которую можно было бы вложить свои деньги на несколько лет, а лучше десятков лет и снимать оттуда проценты, ни о чем не беспокоиться и не париться по поводу того, что эта компания может закрыться, о том, что с ней может что-то случиться или о том, что я могу не получить свою прибыль. Вот как научиться находить такие компании, которые можно вложить и забыть на несколько месяцев, лет или даже десятков лет? Но прежде чем ответить тебе на этот вопрос, я задам тебе встречный вопрос. А действительно ли ты хочешь инвестировать свои деньги в эти компании? Если ты их изучишь, проанализируешь эти компании, то ты увидишь, что доходность из них относительно невысокая. 1, 2, 3, ну максимум 4% в месяц. Минимальная сумма вклада в них от 5-10 тысяч долларов. Гарантия? Нет. Уровень риска минимальный. Срок жизни 10, 20, может быть даже 30 лет. Вот если твой капитал на сегодняшний день составляет примерно от 100 тысяч долларов и выше, то в этом случае, да, для тебя есть рассматривать эти компании, потому что ты можешь позволить себе вложить одну десятую часть в какую-либо из этих компаний. Причем на этом уровне, когда ты до него доходишь, для тебя основная уже задача стоит сохранить свои деньги. Первоочередная. А на втором месте уже стоит задача приумножить их. Поэтому, когда ты достигаешь высокого уровня, скажем так, от 100 тысяч долларов и выше, то ты уже можешь рассматривать компании, которые сохраняют твои деньги. То бишь, дают доходность 10, 20, 30 и даже 40% годовых. Если же у тебя капитал меньшего размера, к примеру, всего лишь 10, 20, либо 30 тысяч долларов, то рассматривать надежные, стабильные, долгосрочные и низкорисковые компании для тебя нет особого смысла. Потому что ты от них практически ничего не получишь. Ты вложишь одну вторую, а может быть и 100% от своего портфеля в эту компанию, будешь получать 1, 2, 3, 4% в месяц. И насколько тебе это будет интересно. Вот это самый главный вопрос. Ту доходность, которую будут давать эти надежные компании, я более чем уверен, тебе она будет неинтересна. Скорее всего, ты начинающий инвестор, у которого небольшой капитал абсолютно, в пределах 10 тысяч долларов, и ты хотел бы получать на этот капитал 5, 10, 15, а лучше всего 20% в месяц. Вот если это так, то долгосрочные, надежные, стабильные компании, это не то, что тебе нужно. Потому что в них доходность очень маленькая, минимальная сумма входа очень большая, уровень риска минимальный, срок жизни максимальный. Не существует таких компаний, которые бы давали тебе 10-20% в месяц и работали десятки лет. Это физически просто невозможно. Да, они могут проработать 2-3, может быть 5 даже лет, может быть даже 7 лет, но больше 10, вот как ни крути, я таких компаний еще пока не знаю. Поэтому, если тебе нужно 10, 15 и 20% в месяц на свой капитал, тогда твоя дорога лежит не к надежным компаниям, а к высокодоходным компаниям. Вот там ты можешь получить желаемую доходность. Да, в надежных компаниях ты можешь получить надежность, но ты там не получишь желаемой прибыли. Пытаться искать компанию, которая дает 20% в месяц и которая будет работать десятки лет, это все равно, что искать иголку в стоге сена. То есть, возможно, где-то, когда-то ты что-то подобное и найдешь. Но на это могут уйти годы. И это нерационально. Нет в этом особого смысла. Потому что велика вероятность, что ты такую компанию вообще никогда не найдешь. А если и найдешь, то далеко не факт, что ты в ней что-то заработаешь. Где их искать? Точно так же. В угле, в Яндексе, на форумах и на блогах инвесторов. Возможно, у меня тоже на блоге есть такие компании. Может быть, она одна всего лишь, либо две, либо три. Но просто они находятся в меньшем количестве. К примеру, на 10 высокорисковых и высокодоходных компаниях приходится одна компания низкорисковая и низкодоходная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова и на 8-й. Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Девушки отдыхают